Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем уроки блокчейн и наша задача теперь функции. Итак, это видео будет не очень длинным, но его цель понять, зачем же так серьезно заниматься функциями. И вообще, что вот, допустим, в солидности отличается. Ну, для того, чтобы понять всю серьезность, вот мы открываем абсолютно любой контракт. И в любом контракте мы видим, что всю логику составляет это написание функций. Становится понятно, чтобы писать контракты, надо обязательно понимать, как работают функции. Но тогда становится вопрос, а как же их изучать? Я скажу со своей точки зрения, как бы я рекомендовал, а вы делаете уже как получится. Как получится, это значит, большинство людей я показывал как-то в Джанго. Сейчас я не писал, это я быстро для себя просто составил, просто покажу сам результат. Если мы работаем с Джанго, допустим, я показывал это в курсе Джанго, то примерно видим очень много таких вот исключений. И если мы посмотрим, то таких вещей очень много. Смотрите, дальше и дальше. То есть, само исключение абсолютно банально. Банально для того человека, который знает функции, но я хочу, прежде чем перейти дальше к солидности, сказать. Вот у нас есть два параметра, да, допустим. И смотрите, вот вы давно изучаете язык программирования. Если вы изучаете, допустим, больше трех месяцев язык, и вот я открыл, и вы не считали, да, что это параметры, вызов функции, здесь то я вижу, понятно, что с ошибкой, с исключением. Это исключение, это исключение, оно обязательно вылазит. Вылазит и вылазит в разных местах, но вылазит, как я показал, и в джанго, и в других языках программирования. Здесь вопрос в другом. А его не должно быть. Почему столько вот запросов на исправление? То есть, это называется базовое понимание функций. Тогда у меня вопрос, если у вас такие исключения, допустим, выскакивает вопрос, а чем вы тогда занимаетесь? Что вы изучаете? И зачем вы изучаете? Это, знаете, на что похоже? Это похоже на то, что я вам рассказываю, сейчас пойдем ездить на автомобиле, ну, даю вам велосипед, вот крути педали, все, а машину достаточно просто посмотреть, потом сажу вас за руль, вы никуда не едете, потому что вы не знаете, никак нажать педали, и вообще ничего. Зато вы умеете ездить на велосипеде. Ребят, этих вещей не должно быть. Есть базовые вещи, поэтому сделаем сначала очень такой неприятный вывод. Если мы слабо понимаем функции, то что мы делаем в языке? И вообще, что мы собираемся писать? И из чего мы собираемся писать? А не из чего? Поэтому давайте теперь подводить итоги. Итак, как я ранее сказал, я скажу, как бы я рекомендовал. Значит, я предполагаю, так как мы будем блокчейн писать в Жанго, что человек проходил Python, и функции Python столкнулся с функциями Python, Kotlin, JavaScript. То есть, если он проделал, или вы проделали, или мы с вами проделали все эти вещи, то с функциями солидности проблем не будет вообще. Вы просто поймете, что есть солидность, и нет других языков. При этом у вас уже сто процентов будет выработан навык, вы будете четко знать три вещи. Если вы ранее проходили, то вещь первая. Функция – это основа кода любого, либо метод. Метод – это та же функция с некоторыми особенностями. допустим, в Python с первым аргументом сель. Но это не так важно сейчас. Первое – считывание параметров. Считывание параметров. Второе – вызов. Третье – исключение. В первую очередь, их много исключений, но в первую очередь связанные с параметрами функции. как это выглядит практически. В первую очередь, чтение, работа с функцией влияет на вещь, на понимание кода, написание кода, чтение кода. Вы знаете, что есть очень четкая связь. Если мы, допустим, я открыл ТОГО. Это прекрасный продукт. Не важно, даже если вы не знаете, наше дело посмотреть сейчас код. Кое-что посмотреть. Итак, вот у нас код. Когда мы смотрим исходный код, у нас на автомате должно происходить две вещи. Берем очень простое. Это сейчас не функция, это сейчас методы. То есть, посмотрев, мы уже считываем параметры и нам не надо ничего объяснять. В данном случае мы посмотрели и видим title. Это обязательно позиционный параметр, который должен вызываться обязательно. Иными словами, заголовок. если дальше мы видим саму функцию, нам становится понятно, то есть, сам код. нет заголовка, то будет по умолчанию поставляться тока. Все. Если мы возьмем язык программирования Python, возьмем Kotlin, возьмем JavaScript, возьмем Go, если мы ранее, как я сказал, вы ранее прошли функции, то в принципе для вас будет открыв Solidity, для вас будет понятно, на что я буду обращать внимание. Все верно. Открываем Solidity и четко понимаем. В первую очередь нам надо понимать, что наверное нам надо понять, что такое параметры в языке программирования Solidity. Что они делают, мы уже знаем других языков. Как это записывается совершенно неважно. Квадратные скобки, отступы, круглые скобки, это все ерунда. Все функции во всех языках стоят совершенно одинаково. Если понимаешь смысл, то как это записывается не имеет вообще никакого значения, потому что как записывается достаточно разобраться один раз в течение пяти минут. Но если мы берем солидность, то к этим пунктам надо добавить еще некоторые вещи. То есть считывание параметра вызов функции исключения по сути дела хватило бы для Python, хватило бы для JavaScript, с некоторым исключением хватило бы для Kotlin, там есть модификаторы, но для солидности здесь надо добавить некоторые вещи. Давайте откроем и просто продумаем немножко. Еще раз прочитаем считывание параметров вызов функции исключения в первую очередь связанные с параметром. Посмотрим на документации самый один из примеров, который совершенно простой, простая функция. Давайте подгоним наш шаблон понимания изучения, что изучать функции в первую очередь к этой вещи. Итак, как и в любом другом языке, мы видим ключевое слово, мы видим название функции и видим сами параметры, то есть ничем не отличается. Также, если мы ранее с вами уже, как я говорил, проходили мы на сайте Kotlin, возможно, кто-то проходил Java, то, в принципе, опять же, читаемый любой язык со статической типизацией ставит тип, то есть что это, он не определяет автоматически, хотя в Kotlin определяются автоматически, да, но тем не менее в языках статической типизации мы должны ставить тип, что это у нас представляет и дальше саму переменную, то есть здесь у нас нет отличия, значит, нам надо разобраться, это оставляем по-старому, нам надо разобраться с параметрами, но тем не менее мы уже видим какое-то слово, которое звучит как паблик, на самом деле ранее в уроках мы уже чуть-чуть разбирали, это модификатор, правильно, это язык с статической типизацией, это пришло Java, то есть мы уже пишем функция как и где читается, давайте еще дальше промотаем и посмотрим на другие вещи, то есть что отличает, что бы нам надо было добавить к солидности, к тому, чтобы понимать, как же изучать данную солидность, итак, здесь мы видим несколько вещей, первая вещь, модификатор, да, к слову скажу, если мы никакой не ставим, то по умолчанию станем как паблик, то есть читается отовсюду, далее мы видим пар и видим retrons, иными словами, вот здесь нам надо четко понимать, что сам заголовок функции до тела функции, он отличается в солидности от других языков программирования следующим, здесь мы видим какие-то ключевые слова, и они относятся к дальнейшему, на самом деле, вот к этим вещам, следующий оператор изменяющий состояние, иными словами, как мы далее будем изучать, если мы берем смарт-контракт, давайте просто приставим на секунду, вот наш смарт-контракт, мы пишем, пишем, пишем логику, пишем, 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 и уже написали чего-то там, а пришло время вывести смарт-контракт, и у нас бас, последней этой функции какие-то изменения, иными словами, то, что мы писали ранее, никому уже не нужно, мы изменили контракт, и получается, на выходе получили, ну, грубо говоря, неизвестно что, правильно, солидно себе это не может позволить, поэтому они позаботились об этом, и сказали, мы введем два ключевых слова, view и par, для того, чтобы контракт не был изменен, то есть, нам надо разобраться, значит, с этими вещами, и разобраться с состояниями, что же изменяет контракт, значит, здесь, если брать солидность, то будет большое, большое значение иметь эта изменяемость, по сути дела, это было бы не важно, в Python это было бы не важно, это можно было бы не учитывать, в Kotlin это было бы не важно, в JavaScript он так сам себя запутает этот язык, изменяемость, то есть, нам надо четко понимать, что же изменяет наш контракт, нашу функцию, в которую мы, допустим, как правило, хотим вывести. Следующее, что мы видим в заголовке по сравнению с другими языками программирования, что здесь есть ключевое слово retron, то есть, а дальше мы видим, как в обычных языках, retron, да, то есть, что вывести, в солидности, в отличие от других языков, мы должны четко сначала проговорить, а какие типы мы будем выводить, то есть, если тип данных, допустим, числа, либо строки, то уже вернуть, если мы указали число, то у нас не получится вернуть строку, или там вернуть другую функцию, и так далее, потому что здесь четко он указывает, это страхует себя, это второй момент, и третий момент, здесь было бы написать, очень важно, пятая, цена Газа-Газ, по сути дела, блокчейн, это сеть, сеть, состоящая из аккаунтов, аккаунтов, значит, взаимодействие между которыми происходит при помощи ссылок, к которым прикреплены блоки, это совершенно, если просто сказать, или блоков, да, которые имеют в том числе и ссылки, поэтому хорошо бы здесь было включить понимание цены за газ, что на это влияет, ранее мы в первом разделе уроков уже на это обращали внимание и даже подготовили для себя документацию, то есть в первом разделе понимание вообще самого смарт-контракта мы пробежались по типам, мы уже изучали функции, мы разобрали, что мы должны по прохождению языка понимать, что тестировать, то есть в первую очередь это параметр цена за газ. Иными словами, для того, чтобы даже развернуть контракт, надо, чтобы тот, кто разворачивает, чуть-чуть оплатил, совсем чуть-чуть, вот это называется газом. Чтобы прошла транзакция, передать, допустим, с одного аккаунта деньги или что-то еще, то надо тоже это оплатить за газ. И это зависит уже от кода. Иными словами, как я говорил ранее, если мы не будем учитывать цену за газ, то, в принципе, мы могли писать, код обработало. Здесь так не получится. Поэтому при изучении самих функций нам надо понять, а что же влияет на газ. Ранее мы уже начали с этим разбираться. На самом деле, если мы откроем любой код, практически любой контракт, то мы обязательно в нем увидим такие вещи, как, например, memory, то есть память и другие. Ранее мы с вами в уроках изучали, что на самом деле, где хранить данные, тоже влияет на газ. Но здесь все довольно объяснимо. Одно дело хранить, вы работаете на компьютере, и у вас много оперативной памяти. Приложения работают быстро, потому что достать из оперативной памяти совершенно просто. Если, допустим, те же данные хранятся только на диске, то приложение будет абсолютно на любом компьютере открываться медленнее. Иными словами, надо больше сил. Тот же принцип заложен. Но это все входит в цену за газ. В этом уроке не ставлю сейчас задачу вам все рассказать о функциях. Но, по крайней мере, мы определились, на что нам надо обратить внимание в функциях, чтобы начать с ними работать. итак, давайте подведем итог. Считывание параметров. Зачем нам это нужно? Ну, как мы говорили, что если мы не понимаем, где эти параметры и что они делают, то вопрос, а что мы собираемся вообще, чем думать, что писать, ну, просто это не получится реально. По одной простой причине, если мы не знаем, что это за параметры, зачем они нужны и как с ними работать, то откуда возьмется дальнейшая логика. То есть, понятно, что код мы не сможем понимать. Но, если мы себе ставим задачу разобраться в параметрах, то, в принципе, мы отвечаем далее легко на вопрос, зачем они нужны, как с этим работать и что делать. То есть, у нас уже появляется логика. Следующий момент. Вызов функции. вызов для здесь нужен для много чего. Используем другие функции, для передачи эфира, но в любом случае надо понимать, как вызывается. Это полностью связано также с параметрами и с переменными. Исключения. Исключения здесь будут абсолютно такие же, только по-другому записываются, как в других языках. Абсолютно. Я не вижу ничего такого, что может отличаться. Единственное, кроме изменяемости функции цены за газ. Следующий момент. Мы с вами поняли, что в солидности есть какие-то особенности. То есть, есть функции, которые могут меняться и которые не могут меняться. Для этого даже есть ключевые определенные слова пары view, которые забиваются в заголовок функции. Иными словами, мы объяснили вполне понятно, когда нам надо выходные данные, то вряд ли нам надо выходной функции что-то изменять. Нам надо просто вывести то, что мы ранее уже наделали, то, что мы ранее написали. и мы увидим дальше с вами, что если мы попытаемся что-то изменить в этой функции, где нельзя изменять, то просто виртуальная машина эфириума она не даст это сделать, потому что у нас указано ничего не менять. Но по крайней мере мы будем знать, что ага, нам надо обратить внимание, что функции могут меняться и нет, или не меняться. Значит, другим важным моментом вообще нам надо разобраться когда они меняются, как я это пойму, что функция меняется и какие для этого есть условия. Они описаны. Описать одно, понимать, что написано и представлять себе это совершенно другое. Да, то есть разные вещи, но по крайней мере мы себе уже вбили, что мы на это обратим внимание. Также, так как функция это и есть сам контракт, почему? Потому что функция прописывается логика контракта, то кроме того, чтобы чего-нибудь там написать, надо написать желательно так, чтобы это было и дешево. То есть иными словами, цена за тот же газ была небольшой. Значит, нам надо что представлять? Абсолютно верно. Нам надо постоянно, во-первых, поставить себе задачу, которую мы уже поставили, но если кто-то начал с этого видео, то я вам просто ее проговорю. Мы поставили себе задачу уже в процессе изучения солидности, формулировали ее так, что в процессе изучения надо четко понять, что мы будем тестировать на выходе, когда изучим язык программирования. и один из основных свойств было это цена на газ. Иными словами, тогда у нас возникает куча вопросов, а из чего она формируется, от чего зависит, это чистая практика, но на самом деле, как мы уже с вами посмотрели, уже даже ребята в школе отвечали на эти вопросы, на самом деле, цена на газ зависит и от места хранения, где хранить в памяти или в хранилище, от выбора типа данных, то есть это массив, то, что мы ранее проходили, либо там это сопоставление, либо другие типы, например, как структуры, да, то есть все, что мы уже с вами прошли до этого, уже даже в этом коротком видео мы с вами затронули, что ой-ой-ой, сколько надо знать о функциях, зачем нам это знать, мы уже проговорили, но можем еще раз повторить, здесь я начну с того, что именно этим отличается это нехвастовство, мое обучение от любых других обучений, даже сейчас в коротком уроке вы увидели этому подтверждение, то есть я рассказываю на что обратить внимание и зачем, ведь это главное, на самом деле в жизни вы так поступаете всегда, давайте приведем пример, каждый из вас когда-то копал грядку, но это наверное более вероятно, что многие, так вот, ведь имеет значение вам говорили вот копай на глубину такую-то, если допустим садим помидоры или окурсы или что-то или вскапываем, там уже копай на всю лопату, то есть имеет значение не просто копать, а каким, как копать, на какую глубину копать, что делать дальше, разбивать землю, не разбивать и так далее, то же самое и в языке, что можно, и это самая большая ошибка новичков, ведь в чем проблема новичка, он не знает что изучать, например, он открывает учебник, он открывает учебник и начинает проходить учебник, книгу и так далее, и по сути дела для него все идет единым блоком, вот он прошел что-то, встал из-за компьютера, там пошел по своим делам и уже забыл, что проходил, проблема в чем, потому что он не выделил для себя главное, что вообще он изучает и зачем, он просто читает книгу, где идет, знаете как, все идет одним массивом и вроде все важно, это прошел, это прошел, это прошел, да, и в конце концов ничего не запомнилось, правильно, это совершенно нормально, так как он и не ставил задачу для себя и не то, что не ставил, не знал, как ставить задачу, а что изучить, чтобы что-то осталось, а вот мой подход, когда я вам уже сейчас прямо сказал, что ребята, а нам надо выучить функции и выучить определенным образом, и я вам проговорил, что считывание параметров должно быть на автомате, потому что от этого зависит читаемость исходного кода, но есть и вторая, вторая сторона медали, ведь не бывает такого, что человек не может читать код, а писать код может, я еще поверю, что он может копировать код, да, и что-то там якобы понимать, нет, если человек пишет код, он может его считывать, и поэтому я вам показывал уже, да, когда мы открываем, открываем, шорты превращаются, открываем код, то в принципе в первую очередь мы на что смотрим? на параметры, от которых все и пляжется. Вполне идет логическая цепочка, если мы четко обратили внимание на параметры, то понятно, что параметры мы будем использовать как переменные, и будем их при помощи них писать нечто. Вот допустим здесь эта функция Python совершенно очень простая, но мы ее если запустим, то в принципе уже получим исключение, правильно? Потому что на языке Python говорится, что функция имеет два обязательных позиционных параметра, значит мы должны в нее передать два обязательных позиционных аргумента. И вот нам исключение говорит, отсутствуют два позиционных аргумента a и best. Иными словами, но если мы это не изучили и мы это не понимаем, дальше это тянется во всех библиотеках. Джанга, чтобы мы не делали там какие-то оконные приложения. В принципе отсюда начинается вся логика. И вот я вам сказал, мое обучение от других это не реклама, это так и есть, правда жаль, что я это очень поздно понял, потому что первые 3-4 года я тоже делал, наверное, как и многие другие, просто нечто изучал. Нечто изучал, нечто изучал, не совсем было понятно, не совсем как, допускал разные совершенно мысли, что, наверное, может это программирование до меня, но у меня было очень очень жгучее желание, что все-таки когда-то я научусь и действительно спустя, наверное, лет 7 я уже четко понимал, как изучить абсолютно любой язык. Ключом для этого стало изучение второго языка, поэтому говорю вам изучайте несколько языков, как я рекомендую, тогда будет сравнение. Поэтому я не зря вам сказал, что когда мы подошли к Solidity, мы написали список что работать, как работать с функциями, допустим в Python. Но в солидности мы добавили еще несколько правил, потому что это требует сам язык. Но тем не менее основное параметры вызов мы уже знали, что смотреть. Поэтому как я рекомендую, начинайте с Python. Он на самом деле намного сложнее Python сам по себе, чем C. Почему? Потому что допустим C у меня логика умещалась на одной странице. Python вроде бы прост, но на самом деле там настолько широкие классы, там настолько много заморочек, что там настолько продвинутое объектно-ориентированное программирование, поэтому будем говорить так честно, что Python довольно на нем пишутся очень крутые вещи, и он не так и прост, поэтому не обманывайте себя. но там вы научитесь логично разбираться. В то же время если допустим прекрасный язык такой же как C, который у меня был первым языком, я рассказал, там на одной странице можно записать весь язык, все принципы, но не но, пока все. Поэтому основная задача для новичка я уделяю этому много времени понимать, что изучать и как учиться. Тогда дело веселей. Следующий момент. На самом деле здесь тянется большая цепь, что открываем документацию, да, и мы в любом случае убедимся, что практически вся документация пишется по принципам командной строки, но в солидности она больше пишется примерами. Тут четко видно по документации, что документация написана таким образом, что человек в принципе должен быть программистом уже. Почему? Потому что для программиста четко видно, что с какого языка пришло, что пришло с Python, что пришло с Java, что пришло с JavaScript и так далее. Поэтому тут просто описывается сам процесс, как работает язык. Но почему я говорю работайте с Python? Почему? Потому что если взять допустим ту же документацию Python, а принципы программирования одинаковые везде, то в Python есть прекрасные туториалы и есть индекс, то есть как, что называется, какое понятие, то есть это очень широко. Где-то богаче в каком-то другом языке я не видел. Понимаете? Включая тот же JavaScript, включая Kotlin, вот, более-менее такие понятия Java, но там вообще объектно ориентированный язык, поэтому что-то такое более разностороннее изучить тоже не получается. Самый универсальный язык для начала, который надо изучать солидностью, это я бы посоветовал Python. Почему? Потому что именно понятие, относящееся к языкам, как, что называется, это и есть именно в Python. Ну, даже если вы пока еще не начали изучать Python, а решили изучать солидность, то и то я отдаю много подсказок. Следующий момент. Когда мы четко понимаем функции, для нас становится вполне все понятно. Мы тоже, сейчас которые вещи я буду говорить, мы с вами уже цепляли. Но тем не менее, вот возьмем вот эти вот несколько функций и просто рассмотрим их. Еще один важный момент. Когда мы уже обратили внимание на вот эти вещи, о которых мы говорили, мы легко читаем саму функцию. Почему? Потому что когда мы ставили себе задачу понять из чего состоит, как работает функция. То есть все, что нам надо было, это параметры, вызов, запись заголовка, мы изучили и четко понимаем, и считываем уже, что вот здесь мы видим, допустим, у нас uin, то есть это целое только положительное число, которое имеет переменную response, далее это публичная функция, то остальное все уже нам бросается в глаза. В данном случае мы уже с вами дальше углубимся, четко понимаем, что recure это уже мы еще не проходили, но я вам рассказываю, хотя ранее рассказывал в тех уроках первых, показывал, что обратить внимание, что на самом деле это проверка функции, далее мы видим message sender адрес, да, таким образом, вроде бы непонятно, да, ничего здесь непонятно, уже для ребят школы это понятно, потому что мы даже в последнем уроке это как раз таки и затронули, и затронули, или в предпоследнем ага, вот оно предпоследнем что как я говорил блокчейн это сеть где информация передается при помощи блока и этот блок имеет встроенные переменные которые одинаковы для всех и когда мы допустим сейчас поймете к чему это рассказываю и когда мы допустим читаем message sender да то так как мы изучали то что относится стандартах функции то в логике когда мы видим message center мы четко понимаем что идет описание блока да описание блока то есть это уже идет сама логика которая в принципе отвечает за адрес иными словами мы легко когда мы таким образом изучаем мы совершенно просто начинаем считывать и функцию и логику функции почему потому что заранее мы с вами определили что имеет сама функция что может делать и когда в теле функции мы читаем мы четко видим что это уже работа с блоком то есть команды которые просто здесь когда мы с вами прошли мы четко видим идет проверка передел ли адрес хотя ранее мы видим что оракл имеет оракл константу под него написано функцию что сделать и здесь идет просто проверка передано ли это но то что я сейчас рассказываю логику не обращайте внимания самое главное обратить внимание на тот факт что когда мы вначале определили как мы будем изучать функцию то есть на что обращать внимание то потом уже потихонечку легко мы добавляем логику логика совершенно отличается от тех параметров которые мы должны считывать моментально и легко тогда выделяется взглядом почему потому что как я говорил ранее еще раз повторяю мы четко понимаем как работает сама функция но как вы заметили на самом деле по функциям довольно много вещей надо понять сколько мы сейчас обговорили довольно много поэтому как делают большинство людей я уже и рассказывал что берут нечто там проходит и в сумме с тем также проходит быстренько функции и пошли дальше в результате абсолютно верно мы не пишем в результате мы не знаем на что обратить внимание в результате мы то что изучаем в одно ухо влетело другое вылетело в результате мы не считываем код в результате если не считываем код понятно мы не пишем и обратное тоже если мы не пишем то мы не можем считывать код а не можем считывать по одной простой причине потому что не знаем, с чего это состоит, считывание кода, что нам вообще надо считывать. И это мы уже об этом говорили. А кроме этого, если сюда еще добавить систему работы кодом, где мы рассматривали под Жанго, нет смысла ее второй раз рассматривать, и сам курс Жанго, это и есть работа с документацией, с системой работы с кодом, то тогда все намного проще. И тут начинается и работа с командной строкой, и как отрабатывать код, а что делать, чтобы кода, который понятен, становилось больше, очень много, видите, всего. Все это составляет то, как правильно изучать язык программирования. Я бы сказал так. Этим и отличаются, по сути дела, мои курсы от других подобных курсов. Все это родилось из опыта, из опыта, это с 2008 по 22, вот считайте, сколько лет уже я работаю с обучением программирования. Ну, вообще с программированием. Ну, и думаю, пока хватит. Я добивался цели, чтобы вы поняли, что на самом деле есть много чего изучать, даже в одних функциях, да, которые, в принципе, являются основой кода. Сайт, где мы изучаем солидность, называется dapp.spb-tut.ru Уроки блокчейн. Начните с первых четырех уроков. И вы поймете, интересно вам, неинтересно. Но хочу такую отметить, простую вещь. Ребят, не надейтесь. Это формат веб-3. Вот, допустим, социальные сети, это формат веб-2. То есть, когда пришел формат веб-3, он уже никуда не уйдет. Иными словами, не сейчас, так потом вам придется его изучать. Хотите вы или нет. Почему? Потому что в любом случае вы позже узнаете, что это круто, что веб-3, да, вопрос будет другом. Вы только будете начинать, а кто-то уже проектов налепит, а вы скажете опять, ну вот, опять я опоздал. Не надо никуда опаздывать и не надо никуда спешить. Просто сам по себе солидность, а это я говорю, потому что первый код на солидность я написал еще в 2016 году. Нужно растянуться во времени. Потому что здесь есть своя определенная специфика, так как это сеть, это работа с блоками, и это должно отложиться. Это отличается от обычного программирования немножко. Даже когда я вам показывал вот здесь функции, то мы добавили такие понятия, как цена за газ, изменяемость. То есть, есть свои особенности. Сложного, конечно, сильно сложного здесь особо ничего нету, но здесь есть специфика. И эта специфика не так быстро, как хотелось бы, может доходить. Нужно время, нужна вся картина. Поэтому я вам рекомендую спокойно заниматься, например, Django, изучать там Python, либо вы там учите в какой-то своей школе. И кроме этого изучать как технологию блокчейн V3, чтобы у вас было это все заложено, потом уже потихонечку будете развивать и в свое время напишите проект на блокчейне. Тем не менее, это в любом случае повысит сильно вашу стоимость, ваши знания, ваша уверенность. Много просто-напросто. Был формат Web1, это обычные сайты. Был формат уже сейчас Web2 и социальные сети. И вот появился формат Web3, то есть он никуда не уйдет. Будет только когда-нибудь Web4, скорее всего, будет. Что это будет, мы не знаем. И на этом я, пожалуй, закончу. Ну а мы с вами, уже понимая с этого видео, что, в принципе, функции важны, давайте будем разбираться досконально, детально в функциях языка программирования солидности. Спасибо за доверие. Все у нас получится, ребята.